здравствуй михаил хочу спросить тебя сегодня высоком давлении я знаю что мы с тобой обсуждали эту тему но все таки вот есть запросы от людей и я например хочу рассказать свою историю в преддверии твоего сообщения в свое время наткнулась на видео доктора шишонина который имеет свою клинику в москве он изобрел гимнастику в принципе для вот шейных грыж и ну последствием вернее ну побочным как бы явлением оказалось обнаружение того что у людей стала нормализирован нормализироваться давление во всяком случае высокое давление падает и я вот практикую два-три раза в неделю делаю уже эту гимнастику года 4 не принимаю никаких таблеток но вот сейчас видимо пришло время спросить и духовных причинах этого заболевания поскольку практически все люди моем окружении после 45 50 лет принимают лекарства чтобы понизить давление потому что ну как бы на повышение работает только кофеина вот понизить много людей я знаю которые пользуются препаратами хорошо поговорим сегодня об этом духовные причины возникновения сбоя в артериальном давлении это сопротивление тому что тебя окружает но не согласия с определенными аспектами жизни еще не принятие того что стареешь вот эти три причины которые назвал тебе то есть это не принятие того что тебя окружает какие-то аспекты жизни тебя не устраивает в том числе и ты сам себя не устраиваешь и вот на старение при том что давление может как повышаться так и понижаться все зависит от степени непринятия и склонности организма еще потребительское отношение к своему телу способствует сбою в нрк обеспечении где и задействован мотор и кровеносная система по которой проходит снабжение но самое удивительное в этой ситуации что организм до самого последнего момента в своей физической жизни будет абсолютно правильно корректировать давление поскольку сам по себе изначально создан совершенным то есть вот не всегда давление 150 на 100 или там 100 на 60 будет неправильным люди взяли за основу показатели 120 на 80 но нужно учитывать общее состояние человека когда ему например абсолютно комфортно при повышенном давлении либо при пониженном относительно этого показателя значит все устроено как раз по запросу организма другое дело если присутствует присутствует болезненные ощущения либо дискомфорт в виде тошноты либо отключения сознания тогда человечеством изобретены механические воздействия на работу мотора сердца которые также продлевают его работу нормализуя давление то есть из этого разговора я сделала выводы что нужно смотреть на свое состояние и в принципе стараться как можно больше принять в этой жизни как можно более ровно относиться к своей старости ну я для себя сделала такие выводы и что при необходимости таблетки не имеют ничего не страшно их принимать допустим если они способствуют нормализации давления совершенно верно благодарю тебя архангел михаил я думаю что этот урок будет очень полезен многим людям